Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и в этом видео конкретно я вам расскажу про фавориты декоративной косметики, приобретенной в 2020 году. Также я планирую снять видео про фавориты в уходе за 2020 год, и возможно я сниму отдельное видео про все палетки, приобретенные в 2020 году. Про те, что у меня остались в коллекции, и также про те, которые я все-таки куда-то сбагрила. Так что, если вам интересно, то не забывайте поддержать меня лайком, подпиской, и поехали, наконец-то, к теме самого видео. Среди тональных средств было достаточно много фаворитов, о части из них я уже говорила, поэтому пойдем давайте от менее известного к более известному на моем канале. Во-первых, это Estee Lauder Futurist. На самом деле этот тон очень и очень поразил меня до глубины души, потому что он оказался действительно работающим. Этот тональный крем примечателен тем, что у него невероятно легкая консистенция, консистенция прямо-таки скажем водички, но несмотря на легкую консистенцию, здесь средняя плотность покрытия. Мои синячки, воспаление, все перекрывается, ничего не видно, а при этом тон лежит красиво, он не сияет, он не наглухо матовый, а это скорее естественный сатиновый финиш. Тон не проваливается в морщинки, не проваливается в поры, а пор особенно расширенных у меня очень много. Он ничего плохого не подчеркивает, он никуда не укатывается. Действительно хорошо сидящий тональный крем. Но у этого крема есть несколько подводных камней. Камень номер один. Есть светлый самый оттенок у этого тонального крема, и он не нравится никому. Можете открыть iRecommend и почитать отзывы на самый светлый оттенок. Почему-то в светлом оттенке происходит какая-то вакханалия. Не знаю, что там из тилаудерному теле, там видимо что-то не так с формулой или с пигментом, но в любом случае самый светлый оттенок вообще не берите. И второй подводный камень стоит этот тональный крем очень дорого. Он стоит, по-моему, 4,5 тысячи рублей. Я, слава богу, покупала его на скидке, я не отдавала столько денег. Но, несмотря на его огромную стоимость, у него есть еще огромный расход. Он действительно расходуется больше, чем обычные тональные средства, за счет того, что у него именно консистенция такой легенькой водички. И если вы его приобретаете за полную стоимость, то с таким огромным расходом вы уйдете, скорее всего, в очень большой минус и в разочарование. Поэтому я ни в коем случае не советую брать его по полной стоимости в связи с его расходом. Следующее тональное средство, которое я просто обожала, это Vivienne Savo Shaka Shaka. Я уже много раз про него рассказывала, поэтому не буду сейчас заострять ваше внимание на нем. Это бюджетное средство, стоит оно 500 рублей. Сияющий, красивый финиш для тех, кто любит вообще сияние. Легкая, как водичка, консистенция, просто прекрасное тональное средство. И следующее средство, от которого я вообще не ожидала ничего особенного, но которое поразило меня до глубины души, это кушен от бренда Misha. Я его приобрела примерно полтора года назад и открыла только месяца три назад. И когда я его открыла, я подумала, вот балда, Юля, ты балда, чего ты не открыла его раньше. Ну серьезно, настолько классный кушен. Я ничего не ожидала от него. Мне вообще казалось, что кушен не может дать такой результат, но я очень сильно ошиблась. Этот кушен красивый, лежит поверх кожи, он перекрывает воспаление, у него средняя плотность покрытия. Кроме того, при помощи вот этого спонжика наносится он невероятно быстро. Он именно как-то, знаете, не затоптывает, он заполировывает кожу, он перекрывает все недостатки, при этом кожа выглядит такой ровной, гладкой, бархатистой, красивой. В общем, какой-то невероятный результат всего лишь от кушена. Да, он стоит недешево, но он оправдывает свою стоимость на все 100%. Также я очень любила в 2020 году тон Эвелин Сатин Мат. Название себя полностью оправдывает. Этот крем одновременно и с сатиновым финишем, он и с матовым, то есть он не наглохо матовый и он не сияющий, как, например, Шака Шака. Это скорее натуральный внешний вид вашей кожи, потому что кожа в своем естественном состоянии, она не наглухо матовая никогда, и она никогда не является супер сияющей, если же у вас нет проблем с выработкой себума. В общем, хороший тональный крем, который перекрывает воспаление, он тоже хорошо ложится, никуда не скатывается, не убегает. Красивое средство, которое хорошо действительно работает. Я очень много в этом году его использовала. В любой непонятной ситуации я использовала его, и оно действительно хорошо лежало. А кроме того, у меня было отдельное видео на канале про косметику Эвелин, где я тестировала на камеру это средство, где я показывала, как оно наносится, как оно перекрывает различные воспаления, как усаживается на кожу. Так что, если вам интересно поподробнее послушать про этот тон, то обязательно переходите по ссылочке на то видео. И последний тон, про который я тоже уже говорила, поэтому быстренько его упомяну, это ЭНАФ. У вас с ним может быть либо любовь, либо ненависть. У меня любовь. Нелюбовь здесь может быть только по той причине, что это средство достаточно липкое, и оно долго усаживается. И порой на нем последующие текстуры, например, сухие, которые вы будете наносить, они могут достаточно сильно залипать. У меня такое было с ним первые, наверное, два нанесения, потом эта проблема куда-то прошла. Я не сушила этот крем, я не ходила долго, я не вынашивала его, чтобы он уселся. Нет, я просто утром наносила макияж, потом наносила консилер, потом уже пудру и все остальные сухие средства, и все было хорошо. Но все же я скажу то, что это средство не для всех, советую его обязательно потестировать перед покупкой, и оно, скорее всего, не подойдет визажистам. Среди консилеров любимчиков у меня, к сожалению, не было таких, чтобы прям душа была занята только им, поэтому тему консилеров мы с вами опустим и перейдем сразу же к бровям. Я, пожалуй, покажу здесь то, что я не тыкала вам в абсолютно каждых фаворитах. Я думаю, при слове Lime Crime у вас уши уже заворачиваются в трубочку, потому что вы устали слушать от меня про невероятно классный маркер от Lime Crime, поэтому его не будем упоминать. Как я классно его не упомянула, да? В общем, мне очень понравился маркер от Reluie. Это называется на самом деле фломастер для бровей, но для меня маркер, фломастер, в общем-то, одна история. Оттенок у меня 0,4, здесь вот такой вот фетровый наконечник, и это действительно очень хороший маркер для бровей. Что важно? Во-первых, тоненькие линии, во-вторых, красивые, достаточно пигментированные линии, чтобы сделать брови даже плешивые, нормальными и красивыми. Что очень важно, потому что у меня как раз-таки такие дурацкие брови. Также этот маркер позволяет вам не только начать рисовать бровь, но еще ее и закончить рисовать, что очень важно. И кроме того, вы еще нарисуете вторую бровь, а это может сделать отнюдь не каждый маркер, потому что они за разу начинают пересыхать, либо на середине брови, либо на второй, и вы находитесь просто в каком-то ужасном состоянии, когда вам нужно дорисовать брови, а маркер вам этого не позволяет. Здесь такой фигни нет. Этот маркер хорошо рисует, он не пересыхает в середине процесса. В общем, действительно хороший бюджетный маркер для бровей. Теперь давайте поговорим о средствах для лица. Во-первых, мне очень даже нравилась пудра от Evelyn. Ее я купила в начале 2020 года, и до сих пор ее с большим удовольствием использую. Это версия банановая. Эта пудра закрепляет макияж, она предотвращает жирный блеск, она делает небольшой эффект расфокуса. В общем, действительно хороший бюджетный вариант, но здесь есть небольшая заковырка. Как мне правильно написали в одном из комментариев, здесь всего 6 граммов, и если вы используете эту пудру каждый день, а не так, как я, потому что у меня много пудр, я каждый день ее не использую, то в таком случае у вас эта пудра просто может быстро закончиться, и вам придется достаточно часто ее заново покупать. И если пересчитывать цену за грамм, то в таком случае получается на самом деле не очень выгодное вложение. Если вас это не смущает, если у вас есть много пудр, вы просто хотите что-то интересное, бюджетное, то берите, не задумывайтесь. Но если же для вас очень важно, чтобы пудра служила долго, чтобы цена на грамм была максимально выгодной, то в таком случае есть выход либо купить другую бюджетную пудру, либо, быть может, даже если вы хотите что-то подобное, такую же цену за грамм, можно выбрать даже более люксовый аналог, и тогда вы точно ничего не потеряете. В любом случае, у меня много пудр, поэтому меня не смущает цена за грамм, меня не смущает то, что она быстро заканчивается, потому что у меня средства быстро не заканчиваются. Но если вы придерживаетесь другой концепции, то в таком случае все-таки стоит подумать перед покупкой. Среди бронзеров хочу похвалить один-единственный, Charlotte Tilbury. Airbrush Bronzer в оттенке номер 2. Да-да, в своем видео про этот бронзер, я его опустила, прямо-таки скажем, я его отнюдь не похвалила, но все же потом в одном из видео я вам призналась, то что была не совсем права, и мнение я свое изменила. Не знаю, с чем это связано, потому что этот бронзер невероятно дорогой, он большой, он не делает ничего особенного, да, он красиво выглядит, он классно растушевывается, он хорошо работает, но то же самое делает множество других бронзеров, в том числе Physicians Formula Butter Bronzer, но при этом стоит дешевле. И как бы казалось бы, чем этот бронзер выигрывает в отношении других? Да ничем. Но по какой-то неведомой причине рука у меня постоянно к нему тянется, просто непрерывно. Не знаю, в чем магия этого средства, но для меня это средство действительно стало фаворитом 2020 года, и я буду продолжать им очень активно пользоваться. Среди румян здесь есть 4 опти, 2 сухие, 2 кремовые. Первая сухая опция это Charlotte Tilbury оттенок Pillow Talk. Несмотря на то, что я в свое время эти румяна тоже не похвалила, отнюдь не похвалила, но я потихонечку изменила свое мнение. Почему я их не хвалила? Во-первых, потому что здесь есть одновременно и румяна, и хайлайт, из-за этого получается достаточно сияющий финиш, и эти румяна имеют свойство подчеркивать текстуру кожи, если таковая есть. У меня кожа проблемная, поры расширенные, у меня очень активная текстура, и поэтому на мне эти румяна не всегда хорошо смотрелись. Но в 2020 году я все-таки догадалась использовать не два рефила сразу, а, например, использовать только румяна, и не тыкать кистью в хайлайтер. Вы представляете, какая я умная женщина, и додумалась до этого только в 2020 году. Не будем это сейчас обсуждать. В общем, когда я перестала тыкать в хайлайтер, оказалось то, что на самом деле эти румяна очень даже ничего. Мне понравился их универсальный цвет, потому что он не барби розовый, он не персиковый, он скорее какой-то нейтральный, и он подойдет к любому макияжу. Он подойдет к натуральному, к розовому, к рыжему, к абсолютно любому. Все, что вы на глазах у себя не сделаете, вы можете взять эти румяна, и вы можете рассчитывать на то, что у вас будет красивый румянец, который будет гармонировать с вашим макияжем глаз. Но упаковка здесь, конечно, говеная. Я, откровенно говоря, ненавижу всей душой эту упаковку, но сами румяна внутри находятся очень даже неплохие. Также я любила румяна от The Balm Hot Mama. Это своего рода аналог румян от Nars Orgasm, но в отличие от Orgasm, здесь, во-первых, нету талька в составе, а во-вторых, здесь чуть более припыленный цвет, наверное, он менее барби-розовый. В общем, хороший румяна, рука к ним тянется, они у меня не очень стойкие на мне, но это хороший вариант для тех, кто не любит тальк в составе, и кто хочет вообще что-то подобное на Nars Orgasm, но дешевле. И два кремовых средства, я уже много раз показывала, поэтому долго останавливаться не буду. Во-первых, это румяна от Chic, стоят они 550 рублей, но при этом их можно носить на губы, можно носить на щечки, здесь невероятно красивый, приятный цвет, который очень выигрышно подчеркивает вашу внешность, создает красивый румянец. Это средство не разъедает тональный крем, оно великолепно тушуется, оно классно держится, классно смотрится, в общем, все с этими румяными просто хорошо. И вторые румяна, которые действительно для меня являются фаворитом 2020 года, это Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip & Chic Glow. На губы носить их бесполезно, вообще бесполезно, это будет хрень совачья, они на губах ничего не делают, но на щеках они смотрятся действительно потрясающе. Это очень дорогое средство, оно не стоит столько, но при этом это очень красивые румяна, они тоже подойдут под любой макияж, потому что они не розовый, не темный, не персиковый, они именно идеальны под любой внешний вид, под любой макияж, и кроме того, они невероятно стойкие на мне. Вообще, стойкость румян на мне, это понятие эфемерное, потому что они всегда на мне исчезают. Ты либо делаешь морфушу, либо ты наносишь легко, и все, у тебя румян потом через пару часов нет. Эти же румяна держатся на мне как прибитые, за что я их и полюбила, в общем-то. Среди хайлайтеров тоже есть целые 4 опции, 2 сухие, 2 жидкие. Первую опцию вы от меня слышали уже сотню раз, это Mary Lou от The Balm. Этот хайлайтер просто потрясающий, сколько у меня не было разных хайлайтеров, но нужно отдать ему должное, он, пожалуй, лучший. Он хорош, во-первых, тем, что здесь красивый оттенок шампанского, во-вторых, здесь нет тальков, в-третьих, он не подчеркивает текстуру кожи, он очень красиво смотрится. Это деликатный, красивый хайлайтер, он не вырвиглазный, он не заходит в комнату раньше вас, нет, сначала заходите вы, а потом уже хайлайтер, а не наоборот. Красивый, действительно невероятный хайлайтер, который будет работать у вас абсолютно всегда. Я с тех пор, как я его приобрела, я не пожалела. Есть также мини-версии вот этого хайлайтера, но на L'Etoile вот эти полноразмерные версии очень часто продаются со скидкой 50%. Именно тогда я и рекомендую их брать, потому что это получается максимально выгодное вложение денег. Второй хайлайтер как раз-таки безумно дорогой, но он отрабатывает свои деньги. Это Наташа Денона I Need a Nude Glow. А здесь аж целых 8 граммов. На кой черт 8 граммов? Это бешеный просто объем, ты в жизни на себя столько хайлайтера не нанесешь, но ладно. Здесь, в отличие от Mary Lou, оттенок более темный, более бежевый, но при этом это очень красивый хайлайтер, который деликатно смотрится, он не подчеркивает текстуру кожи, что тоже очень важно. Он смотрится как натуральное сияние, немного даже может отдавать влажным сиянием, но в любом случае он именно красивый, деликатный и ни в коем случае не подчеркивающий текстуру кожи. Я его очень и очень люблю. И последние два хайлайтера, это Becca Opal жидкая версия. Его я люблю наносить кистью Artist Oval 7. И также хайлайтер, который я наконец-то все-таки распробовала, это Luxe Visage. Я это средство не сразу полюбила, признаюсь сразу, не любила я его в основном, потому что я его распределяла по зоне хайлайтера при помощи кисти, и кисть забирала в себя очень много, и забирала в себя и сияние, и все остальное, и смотрелось потом, ну, не очень, как будто бы особого хайлайтера и нет. Но только в 20-м году, опять-таки, крайне умная женщина догадалась все-таки использовать его не при помощи кисти, а при помощи пальца. Да-да, мои умственные способности в этом году мы не обсуждаем, давайте. Но когда я стала использовать палец, оказалось то, что это очень красивый хайлайтер. Его нужно легонечко нанести, и потом пальчиком буквально вот так вот вбить, распределить. Тогда это получается как очень красивый нежный хайлайтер, который исходит из вашей кожи, который ни в коем случае не входит в комнату раньше вас. Это именно часть, такая сияющая часть вашей кожи. В общем, очень-очень красиво и натурально. Ну что ж, теперь настал черед поговорить о средствах для глаз. Я все-таки покажу здесь несколько палеток теней, о которых я особенно сильно хочу вам рассказать, но вообще о палетках теней 2020 года я запланировала снять отдельное видео. Здесь я покажу только две. Во-первых, это Huda Beauty Noti. Эту палетку я полюбила очень сильно, несмотря на то, что она появилась у меня то ли в начале декабря, то ли в конце ноября, то есть уже под конец 2020 года, но все же моя душа успела к ней настолько сильно прикипеть, что я не могу ее тут не показать. Я не хотела ее покупать, но все же, все же блогеры меня переубедили, и я бесконечно рада этой покупке, потому что все оттенки здесь интересные, они необычные, они не такие, какими кажутся в рефеле, они дуахромят, у них есть интересные внутри блесточки, у меня здесь ничего особо сильно не опадает в течение дня, в общем, на самом деле, идеальная палетка для сорок. Вот если вы любите что-то яркое, необычное, дуахромистое, какие-то переливы, что-то вот постоянно вот как-то выделывать у себя на глазах, какие-то переливы из фиолетового в розовый, сиреневый, светный, все что угодно, эта палетка вам позволит, потому что здесь необычные цвета, которые будут действительно давать вам простор для вдохновения. Вот так вот. Матовые здесь обычные, это обычные худовские матовые, которые не представляют из себя ничего особенного, но прелесть данной палетки заключается в ее шиммерах. И вторая палетка, которой у меня активно тянется рука, это Наташа Денона Мини Ретро. У меня есть очень большие претензии к стойкости этих теней. Все же, если вы смотрели мое видео про палетку 0.2 от Наташи Денона, то там, вы знаете, стойкость просто ужасная, я вам это, надеюсь, доказала. Здесь же стойкость не такая плохая, как у палетки 0.2, но все же тени сильно теряют свою пигментацию тоже, но не так катастрофично, как в 0.2. Здесь же мне очень нравится гамма, она невероятно красивая и нежная, рука тянется к этой гамме, хочется ею краситься. Мне очень нравится вот этот вот зеленый, красивейший оттенок, он содержит в себе, во-первых, красивый, сам в себе красивый оттенок, такой болотно-серый-зеленый, насыщенный, и при этом здесь очень много серебристых, красивых блесток, за счет которых это просто бомба, а не цвет. Здесь также очень приятный вот этот вот розовый, он не представляет из себя ничего особенного, но если поверх нанести вот этот спаркл, то становится тоже очень красиво, за счет добавления очень ярких, больших блесточек. В общем, палетка не идеальна, отнюдь не идеальна, есть большие претензии к ее качеству, но все же рука тянется, и очень активно, поэтому она у меня отчасти фаворит 2020 года. Дальше давайте с вами поговорим о тушах. Я часть из них уже много раз показывала, поэтому очень быстро я по ним пробегусь, чтобы не тратить ваше время. Во-первых, это Кика Милана, я уже рассказывала не раз свою историю любви и ненависти к этой туши, обязательно оставлю здесь ссылочку на видео про фавориты осени, там вы можете послушать об этом поподробнее. Также очень любила весь год тушь от Evelyn Real Big Shock, дает красивые ресницы, это повседневная тушь, которая удлиняет и которая прочесывает, но она очень хорошая и бюджетная. И также мне все-таки в итоге понравилась тушь от Charlotte Tilbury Pillow Talk. Когда она раскрасилась, она стала работать хорошо, она дает чуть более драматичный эффект, чем повседневные туши типа Evelyn Real Big Shock, но она действительно неплохая, она дороговата, но она неплохая. Из тех тушей, что я меньше всего вам показывала, давайте поговорим поподробнее про две. Во-первых, это тушь от Honest Beauty. Я ее один раз уже поругала. Поругала почему? Здесь с одной стороны праймер, с другой стороны здесь тушь. И когда в самый первый раз я ее нанесла, эта тушь просто страшно осыпалась в глаза, причем, что самое страшное. Она сыпалась как тварь. У меня в глазах как будто бы был песок. Я ее ненавидела весь первый день. Но с какого-то черта я решила, что я ей дам еще шанс, и потом эта проблема полностью ушла. Не знаю, что такое было в первый день, почему в первый день она так страшно сыпалась, но сейчас с этой тушью все хорошо. Я ее очень люблю. Люблю, потому что она дает красивый эффект. Она не очень хорошо прочесывает ресницы, но она действительно их удлиняет, она их утолщает, она добавляет объем. Она делает достаточно красивые ресницы, которые подойдут с одной стороны на каждый день, но с другой стороны, которые также можно нанести эту тушь, когда вы делаете более активный макияж глаз, потому что эта тушь также может дать вам небольшой драматичности, которая будет гармонировать с ярким макияжем глаз. И еще одна тушь, которую я не могу не упомянуть, это у меня вот такой вот пробничек от Charlotte Tilbury, но уже не Pillow Talk, а версия Legendary Lashes Volume 2. И здесь очень большая вот такая вот щеточка. Лично мне такая щеточка тоже подходит, мне в принципе все щетки подходят, потому что у меня хорошие ресницы. Я вот та самая ведьма, которая родилась с хорошими ресницами, на плохой коже и, к сожалению, в общем. Тушь мне очень понравилась, потому что она наносит много туши, но при этом она не склеивает ресницы, она хорошо прочесывает ресницы, она их удлиняет, она добавляет много объема, и ресницы смотрятся прям такие фух, бабах, прям такой огромный-огромный веер из ресниц, и смотрится очень и очень красиво. Возможно, я даже куплю полноразмерную версию, потому что мне действительно понравилось. Чуть-чуть затрону также тему карандашей, я уже, в общем-то, про них рассказывала. Это карандаш Charlotte Tilbury Volkov No Shame, он более коричневый, также это аналог карандаша от Charlotte Liner Virtuos Coyal от бренда Vivienne Sabo, оттенок 03, он уже более винного цвета, и он лучше по формуле, потому что он дает вам время, чтобы вы взяли кисточку, чтобы вы вытянули тонкий кончик стрелочки, чтобы вы сделали ваш макияж идеальным. Карандаш от Charlotte вам не дает времени ни на раздумья, ни на вытягивание никаких кончиков, он просто сразу же нанесся, сразу же застыл, и все. Здесь же более дружелюбная формула. Также мне очень нравился карандаш от Lamelle, коричневый, я его обожаю, мягкий, хороший карандаш, бюджетно стоит, хорошо работает слизистый, в межресничке, в плане стрелки тоже хорошо работает, просто идеальный карандаш. И последний карандаш, который любила в 2020 году, это карандаш Victoria Beckham, ненавижу его стирать, просто терпеть не могу, это какое-то издевательство над человеком, стирать этот карандаш из межреснички, это просто отдельный вид пытки, серьезно, я сколько ни тру гидрофильным маслом, у меня все равно какие-то частички остаются на глазах, и это ужасно. Но, с другой стороны, это карандаш очень стойкий, когда он простопнет. У меня очень такая водянистая, скажем так, водная линия, и если я этот карандаш не просушу, то он может отпечатываться и на нижнем веке, или же на верхнем, если я сначала наносила на нижнее, но если просушить, то он просто намертво фиксируется. Рядом танк проедет, но этот карандаш не сдвинется с места, вы его не поднимете, он никуда не денется, ничего с ним не случится. Хороший, мягкий, но очень уж гейморно его смывать. И последнее, что нам с вами нужно обсудить, это средства для губ. В 2020 году я особенно любила какие-то полупрозрачные средства, поэтому ярких помад вы сейчас для себя не найдете. И из того, что я до этого не часто показывала, хочу выделить несколько средств. Во-первых, это вот такой вот карандаш от бренда Honest Beauty, у меня это оттенок Blossom. Очень классный на самом деле карандаш, он полупрозрачный, у него очень красивый цвет, он не коричневый, он не рыжий, это что-то с одной стороны нюдовое, но то, что придает макияжу изюминку. Этот карандаш отлично подойдет также для девушек славянской внешности, не только для девушек типа как Джессика Альба. И мне действительно он нравится, мне бы возможно хотелось бы видеть в нем чуть больше питательных каких-то компонентов, но несмотря на все это, этот карандаш приятный, губам комфортно, губы не хочется постоянно увлажнять, губы не испытывают дискомфорт, поэтому мне этот карандаш очень даже нравится. Также в 2020 году я очень любила вот этот блеск от Fenty Beauty в оттенке Fassy. Он, во-первых, невероятно приятно пахнет какими-то леденцами, конфетками, в общем, его просто съесть хочется, настолько он приятный. Во-вторых, этот блеск очень красивого, нежного розового цвета, и здесь есть просто мельчайшие блесточки, которые придают вашим губам очень много внимания и эффекта. Это не крупные блестки, они именно очень маленькие и незаметненькие, за счет чего смотрится этот блеск действительно хорошо. Блеск увеличивает губы, блеск привлекает к ним внимание, блеск очень приятный, волосы к нему будут, конечно, немножечко липнуть, но во всем остальном блеск просто идеальный. Я уже даже подумываю купить его в других оттенках, потому что он действительно очень и очень хорош. Также я очень даже любила вот этот вот бальзам от Нарс в оттенке Оргазм. Это ничего особенного, он не придает яркого какого-то акцента на губах, это просто нежный розовый бальзам, который подойдет под любой макияж, и под мюдовый, и под макияж без макияжа, под активный яркий макияж тоже это средство подходит. Я очень люблю наносить этот бальзам в повседневной жизни, для видео, где угодно. Он просто хорошо работает. И также тоже из полупрозрачных средств это Charlotte Tilbury Superstar Lips. Вот такой вот больше коричнево-рыжий тоже бальзамчик. Здесь чуть побольше оттенка, чем в Honest Beauty, и оно еще и подороже. Но в целом мне это средство нравилось, и в любой непонятной ситуации я могла взять это средство, нанести его и быть уверенной, что на губах у меня точно все хорошо. И последнее, что я могу похвалить за 2020 год, это все-таки открытие для себя помады от Guerlain Rouge G. Помада очень хорошая по формуле. Она мягкая, нежная, кремовая. Она держится на мне весь день. Я могу обедать, могу завтракать, могу пить чаи, и все равно вечером я вижу эту помаду на себе, и она не сходит по-уродски, то есть когда у вас остается только контур, а посередине ничего. Она сходит именно постепенно и равномерно. Не совсем понимаю, зачем здесь делан такой футляр, потому что помада, как я сказала, достаточно стойкая, и носить ее с собой просто-напросто нет смысла, потому что вы не будете поправлять макияж. В таком случае просто такой большой чехол, который не влезает ни в один органайзер, просто теряет весь смысл. Но если вам все-таки нравятся такие чехлы, если вам нравится такая формула, то эта помада это хорошее приобретение. Ну что ж, это были все мои фавориты 2020 года. Если вы что-то из этого пробовали, то обязательно пишите об этом в комментариях, обменяемся с вами мнениями. Если вы хотите видео про фавориты уходовой косметики и также про палетки 2020 года, то тоже не забывайте писать об этом в комментариях. А я на этом буду с вами прощаться. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!